Федор Венеславский, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, по поводу вот этой информации, от нее оттолкнемся. Шесть коллаборантов, это данные от службы безопасности. Как много сейчас задерживают? Есть ли какая-то динамика, не знаю, первые дни войны и то, что сейчас происходит? В первые дни войны служба контрразведки задерживала достаточно большое количество граждан, которые забрасывались или здесь были ранее внедрены с целью диверсионно-разведывательной деятельности. Их было значительно больше. Сейчас очень многих выявили и изолировали, и поэтому таких случаев значительно меньше. Но в данном случае, о чем мы говорим с вами, это нужно понимать статья о измене на родине и статья за коллаборационистскую деятельность. Потому что, если они собирали разведывательную информацию и передавали врагу, то это даже, наверное, не коллаборационизм. Больше нужно смотреть конкретные обстоятельства дела. Это, скорее всего, даже измена родине, это преступление против государства Украины в таком более суровом аспекте. Но, тем не менее, к сожалению, всегда остаются те люди, которые либо симпатизируют, либо работают на возмездной основе со страной-оккупантом, со страной-террористом. Наши органы контрразведки этому противодействуют. Результаты всегда свидетельствуют о успешной деятельности нашей службы безопасности. Это возмездная основа и по поводу длительности этой работы. Мы же понимаем, что это все могло и длилось даже не только с момента начала войны. Мы слышали о том, что задерживали также представителей СБУ каких-то псевдоэкспертов, которые на таких специальных каналах выступали. Помните, там «Наш», «112» и прочее. Что касается этих людей и вот такой коллаборации, есть ли сейчас задержание, ищут ли этих людей, угрожает ли им что-то? Ну, конечно же, служба безопасности смотрит на все проявления деятельности таких сомнительных экспертов. И вообще служба безопасности очень тщательно мониторит ситуацию с теми предателями, которые проникают, проникали и длительное время работали, в том числе, в органах государственной власти. И мы практически несколько раз на неделю знаем информацию, в том числе, о разоблачении предателей. Служба безопасности работает эффективно на своем месте. Я думаю, что после войны мы получим полную статистику о количестве. Сейчас об этом говорить, наверное, и преждевременно, и нецелесообразно. В целом, если говорить о ситуации с законодательными инициативами, так же, потому что вы, кроме прочего, так же и народный депутат, мы с этого начинали. По поводу возвращения мужчин, мы знаем, есть такая инициатива из-за рубежа на территорию Украины. На какой стадии сейчас эта инициатива? Можно ли говорить о том, что какой-то консенсус, понимание в парламенте этого вопроса есть? Ну, эта законодательная инициатива вызвала очень такие жаркие дискуссии, в том числе в депутатской среде. Многие поддерживают, многие выступают с критикой, что это нецелесообразно, это якобы усложняет деятельность наших граждан Украины за рубежом. Но в данном случае я исходил, и мои коллеги, которые подписали этот закон, из очень простой логики. Есть конституционная обязанность защищать Родину, и нужно понимать, что когда Родина в опасности, то это уже не громкие слова, это конкретные действия, которые проявляются в мобилизации, в прибытии на призывной участок наших вооруженных сил. И, к счастью, на сегодняшний день мы уже видим, что все граждане Украины, ну, подавляющее большинство граждан Украины, они очень сознательно относятся к этому воинскому, к своему гражданскому долгу, к обязанности. И они и добровольно пребывают на призывные участки в центре комплектования, бывшие военные комиссариаты, и воинские части, и едут сами на восток, и вливаются в ряды территориальной обороны. Но, тем не менее, есть определенная часть граждан мужского пола, которые с первых дней войны под разными предлогами, законно, незаконно, полузаконно, скажем так, при различных подлогах пытались и пытаются, и успешно выезжали за пределы Украины. И, к сожалению, очень часто деятельность таких граждан, я имею в виду в кавычках деятельность, наносит вред, в том числе, имя же Украины. Потому что наши западные партнеры, которые оказывают гуманитарную помощь, которые собирают деньги, средства, товары первой необходимости, автомобили, скорой помощи, они очень, скажем так, нервно смотрят на граждан Украины, которые развлекаются в увеселительных учреждениях за рубежом, и тем самым, фактически, отграничивают себя от защитников Украины. И наши западные партнеры это, ну, как-то воспринимают не всегда в положительном аспекте. Поэтому эта законодательная инициатива на каждый гражданин, который обязан защищать Родину, он после введения правового режима военного положения вернулся в Украину. Если он будет мобилизован, значит, будет мобилизован, если он имеет другие виды занятий, которые способствуют также нашей обороне и безопасности, он будет заниматься другими видами деятельности. Но прятаться, наверное, когда стоял вопрос о выживаемости самого государства на начальном этапе, и мы понимаем, что российские власти, они имеют главную цель, это уничтожение государственности украинской. И когда говорят о том, что лучше пусть они зарабатывают деньги, чем будут воевать, то я хочу, как бы, заметить, лучше все-таки защищать отечество, потому что враг хочет уничтожить нашу государственность, и потом придется, наверное, тем, кто сейчас за рубежом, немножко по-другому смотреть на ситуацию в стране. Я уверен, что мы отстоим нашу государственность, но, тем не менее, если люди прячутся и убегают за предельной страны, то за это должна наступать, наверное, уголовная ответственность. И над этим сейчас мы дискутируем, пока что ситуация с этим законопроектом неоднозначная, но я думаю, что он будет принят. Федор, ну, мужчины, надо понимать, которые оказались за границей после 24-го числа, они же не телепортировались, и не все из них прошли через Снежные Карпаты, вот последние недели спасатели приходится вытаскивать и живых, и мертвых, тех, кто пытался уйти через границу, и не все из них на лодках переплыли где-то там через Молдову. Многие прошли абсолютно спокойно через пункты пропуска. Так не стоит ли привлечь к ответственности и представителей пограничной службы, которые пропускают на каких-то условиях? Ну, к сожалению, не исключены и такие случаи, но я бы не говорил о том, что они носят массовый характер, потому что мы на постаром контакте с главой государственной пограничной службы Сергеем Дайнека, и он четко очень мониторит ситуацию с любыми злоупотреблениями. Я вам больше скажу, он дал для своих военнослужащих пограничников, что если будет установлен факт злоупотреблений на границе, то вся смена пойдет сразу воевать в самые жаркие места. Но вот смотрите, опять-таки, воевать в самые жаркие места – это честь защищать Украину, а вот в этом случае получается вроде как повинность. Так же тоже не должно быть? Нет, так не должно быть. Я имею в виду, что, знаете, вот исключить коррупцию в любом ведомстве очень сложно. И в том числе, наверное, и в государственной пограничной службе такие случаи имеют место. Но имеется в виду, что один сотрудник может пропустить каких-то негодяев, которые прячут обязанности. За это будет отвечать весь фактический состав того подразделения, на участке которого это допущено. То есть в данном случае и служба внешней безопасности, я прошу прощения, внутренней безопасности, и иные правоохранительные органы очень четко контролируют выполнение этого, чтобы не было коррупционной составляющей. Поэтому я бы тут не делал, скажем так, проблему с государственной пограничной службой. Больше имеют место различные злоупотребления через получение документов, которые позволяют легально, либо нелегально, ну, как бы, скажем так, сомнительно, законно, но с точки зрения пограничников, законно пересекать государственную границу. Но, тем не менее, вот законодательная инициатива. Чтобы все понимали, независимо от того, на каких основаниях ты оказался за границей, если ты в течение 15 дней с момента вступления в силу этого закона не вернулся, то это уже уголовное преступление. Вот суть закона четко прописанная. Закона проекта пока. Закона проекта, да. Закона проекта. Будет закон, обязательно расскажем. Много шума, на самом деле. И даже очень-очень сильно возбудились прокуроры, судьи, которые сейчас прибывают за границей, и уже доносятся звонки до друзей, знакомых. А вот что будет, будет то, что будет предусмотрено законом, когда он станет законом. Обязательно отследим принятие закона, как он будет работать. Спасибо, Федор. Федор Венеславский, народный депутат Украины. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был с нами в прямом эфире.